Привет, мои любимые! Сегодня с вами говорим про гормоны счастья, гормоны настроения. В общем, сегодня залетает у меня тема прям гормонов. Хочу с вами это обсудить. Почему? Потому что солнце рано встало. Гормоны счастья и как научиться ими управлять? Ведь многие заедают, там что-то такое делают. Я вам расскажу свои лайфхаки и действительно поделюсь тем, что я считаю важным. Мы только думаем, что все зависит от внешних выводов, но по факту это не совсем так или даже совсем не так. Обстоятельства это то, что вне. И люди в одной и той же непонятной ситуации чувствуют и ведут себя по-разному. Допустим, ситуация тревожная. Одни ноют, рвут на себе последние волосы, а другие по-другому. Мы можем настроиться на волну позитива с помощью простейших действий без какими-то серьезных энергозатрат. Соответственно, гормоны счастья. Как же ими управлять? Есть четыре основные химические вещества, на которые мы можем воздействовать. Конечно, это дофамин. Это гормон, который в ответ на успешное завершение любого дела и, например, на прием вкусной пищи или просмотр хорошего фильма создает хороший отклик. Так же, как и серотонин. Для выработки этого мессенджера ничего делать в принципе не нужно. Вы просто проводите время на природе, улыбаетесь, радуетесь солнцу, купаетесь. И вот вам серотонин. Окситоцин – это расслабляющий гормон обнимашек. Когда вы обнимаете, знаете, вот это стрессанол. А ну-ка иди сюда, иди сюда, я тебя поцелуйчики обниму. И да, реально работает. Потому что когда постоянно стресс, мозг этого вообще не любит. Окситоцин – это гормон не только влюбленных, но и матери, и ребенка, любящих близких. Вырабатывается он, когда вы, кстати, гладите каких-то животных. Это нормально. Эндорфины – это гормоны вообще эйфории. Самые простые триггеры – это острая пища и активные физические упражнения. Эндорфины вызывают прилив сил, энергии, чувство полета. Прям улетели в небеса. И как сделать так, чтобы все эти химические вещества вырабатывались в правильном количестве? Мне часто говорят, дофамин как восстановить. Кстати, избыток дофамина, он токсичен. Не надо там ничего себе накручивать. Иногда просто важно не чувствовать себя совсем плохо. Но есть некоторые хитрости. Мозг добывает дофамин из аминокислоты тирозина. Для работы, для того, чтобы этот тирозин выработался, нужен фенилаланин. В общем, я уже это сто раз вам говорила. Лайфхаки вы и так знаете. Что стоит включить в рацион? Сложные углеводы, ну как бы так вы мне пишите. Яйца, рыбу, орехи, кофе, чай периодически. Главное, чтобы не было истощения группы B, особенно B6, B12. И спонсор хороших какашек для настроения. Это пищевые дрожжи и спонсор хорошего настроения. Плюс регулярная физическая активность, солнышко, увлечение, качественный сон. Недосып снижает уровень дофамина, так же как и серотонина. Серотонин гормон мира в душе, отличного настроения. Серотонин это, пожалуй, самый счастливый нейромедиатор. Поэтому, ребята, что касается рациона, то здесь вообще все легко. Серотонин из трептофана, а это птица, мясо, яйца, овсянка, лосось, темный шоколад, какао, сыры и наша еда одним словом. Другой момент, вы можете пробовать добавки L-трептофан, витамины группы B и L-тианин. Я бы советовала просто регулярно включать в меню индейку, пить зеленый чай и не забывать о дикой жирной рыбе. Вот вам и лайфхаки. А эндорфины, гормоны, конечно, полета. И здесь часто нужен максимальный комфорт. Вот что хочется сказать. Я предлагаю, как обычно, прямо сейчас встать и начать двигаться в счастливом направлении. Смех, игры тоже та история, которая поддерживает вас живыми. Могу сказать, что месседжеры можно поддерживать брокколи, цитрусовыми, бобовыми, орехами и так далее. Поэтому все эти вещи влияют на настроение и влияют на то, как вы реагируете на обстоятельства. Сразу скажу, люди, у которых есть дефициты тех питательных веществ, которые я назвала, они острее будут реагировать на все триггеры и на все стрессы. Вот у кого настроение такое хорошее, а как мы создаем настроение? Конечно, ребята, это пищевым поведением. Но есть люди, которые вообще, в принципе, без чего-то там уже хорошо себя чувствуют. Но по-разному, по-разному бывает. Поэтому пишите вопросы, и я вам отвечу.